Здравствуйте! В эфире информационная программа «Я новости» в студии Александра Захаров. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прогулки по крышам. Ярославские фотографы показали город с высоты многоэтажек. Все едино. Сегодня избирательная комиссия перераспределила мандаты победивших кандидатов. На выход. Руководство хоккейного клуба «Локомотив» приняло решение об отставке главного тренера Тома Роу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Единая Россия займет в областной думе 40 кресел. Сегодня избирательная комиссия перераспределила мандаты победивших кандидатов, которые отказались от работы в законодательном собрании региона. Подробности в первом сюжете выпуска. Перераспределение мандатов лидера списка партии власти Валентины Терешковой и справедливого роза Анатолия Гришневикова лишь укрепила позиции Единой России в областной думе 6-го созыва. В результате расчета так называемым методом делителей два вакантных кресла достались лидеру избирательной кампании. Мы обязаны произвести дальнейшее распределение данных двух мандатов согласно все той же методике. Оба освобождающиеся мандата попадают в список партии Единая Россия. В основу распределения легла антипровозная поправка к региональному закону о выборах. Согласно документу, мандаты, от которых отказались кандидаты, делятся между партиями, преодолевшими на выборах 7-процентный барьер. Последствия принятия этого закона мы наблюдали в месяц выборной кампании, вакханалии, которая творилась у нас по всей области. И сейчас мы наблюдаем при перераспределении тех голосов, которые получили партии в итоге выборов. Таким образом, Единая Россия займет в областной думе 40 мест из 50 возможных. Стоит отметить, некоторые кандидаты занимали посты глав муниципальных образований, поэтому теперь дополнительные выборы пройдут в Гаврилов-Ямском и Переславском районах, а также в Тутаевском городском поселении и в Кузнечихе. Эльдар Меньехметов, Ильев Белков, ЯНОВОСТИ. Назначен новый руководитель управления Федеральной антимонопольной службы Ярославской области. Им стал Алексей Ширков. Ранее Алексей Викторович служил в органах внутренних дел Ярославской области. С 1999 года был назначен заместителем начальника УВД Подзержинскому району Ярославля и начальником отдела следственного управления. Имеет звание полковник юстиции. Исполнять обязанности главы ведомства Ширков начал с февраля этого года. В городе устанавливают общедомовые приборы учета теплоэнергии, за которые жителям приходят огромные счета. Энергетики выполняют предписание закона, а жители не верят, что установка счетчиков принесет им выгоду. В вопросе разбиралась наш корреспондент Александр Топкова. Тарифы на тепло и горячую воду всегда вызывали массу вопросов. Но жители Держинского района не столько волнуют размер платы за коммунальные услуги, сколько дополнительная квитанция за август. И сумма в ней прописана немаленькая – от 3 до 7 тысяч рублей. Дело в том, что нас никто не спросил, установили эти счетчики. Мы же были против. Понимаете? И когда они пришли устанавливать, мы так решили, что это им надо, и пусть устанавливают. Общедомовые приборы учета позволяют рассчитывать потребление теплоэнергии по факту, а не по нормативу, установленному законодательством. По закону об энергосбережении номер 261, принятым Государственной Думой в 2009 году, собственники помещения обязаны оснастить свои дома общедомовыми счетчиками. Исключение составляют только аварийные многоквартирные дома. При этом собственники обязаны возместить затраты ресурсонабжающей организации, которые данная организация понесла в связи с установкой общедомовых приборов учета. В среднем стоимость установки счетчиков составляет около 350 тысяч рублей. ТГК-2 готова предоставить собственникам жилья возможность рассрочки платежей на установку сроком до 5 лет. Со своей стороны управляющая организация гарантирует надлежащее содержание, эксплуатацию, все необходимые ремонты, именно общедомового имущества, чтобы как-то минимизировать те потери, которые могут быть. Несмотря на это, жители не верят, что установка таких счетчиков станет выгодным капиталовложением, ведь большинство из них устанавливается на старые дырявые трубы. И через некоторое время дорогостоящие фильтры придут в негодность. И выходит, мы будем это все разгильдяйство оплачивать. Почему? Александра Топкова, Владлена Любимовская, Лев Белков. Я. Новости. Ярославские фотографы организовали по-настоящему высокую прогулку и показали всем желающим город с крыш домов. С любителями красоты и экстрима прогулялась Ксения Рулева. Погода нам ничего не испортит, понятно? Кристина приехала в Ярославль из Татарстана чуть больше недели назад и признается не ожидала, что первые же выходные она проведет на крыше под дождем. Когда ты находишься на высоте, оглядываешь взором всю эту необъятную вселенную, весь этот необъятный город, ну действительно счастье какое-то появляется, о грусти не думаешь совсем. Причем на крыше 17-этажки в Брагино она оказалась не случайна. Каждые выходные подобные экскурсии проводят участники совсем молодого проекта «Ярфото крыши». Фотографы просто захотели показать горожанам, как выглядит Ярославль под другим ракурсом. Мы хотели сделать эксклюзивные фотографии, и нам очень нравился сам вид с крыш. Поэтому сначала мы начали искать то, что открыто, а дальше уже начали договариваться. Знаете, в этих бетонных коробочках, в принципе, есть какая-то романтика своя, потому что здесь очень много людей живут, вот, как говорится, создают семьи, рожают детей, и почему бы и нет. Креативную идею, которая пришла к нам из Москвы и Питера, приняли на ура и жители Ярославля. Ну просто хорошо со мной, это на душе, спокойно, никаких забот, просто свободный день проводишь просто вот так вот, на воздухе. Да, как-то голова очищается, начинаешь думать о чем-то, о чем-то далеком, наверное. Проект «Ярфотокрыши» существует всего один год. Это небольшая творческая команда людей, профессионально занимающихся фотографией. С собой на крыше по выходным они приглашают каждого. Нужно просто найти их группу в социальных сетях и записаться. Ксения Рулева, Иван Уваров, Денис Лосев. Я. Новости. На выход. Руководство хоккейного клуба «Локомотив» приняло решение об отставке главного тренера Тома Роу. На сегодняшний матч с дебютантом континентальной хоккейной лиги «Загребским медвещаком» ярославскую команду на лед выведет Петр Воробьев, который до этого возглавлял молодежную команду «Лока». Помогать новому наставнику будут Дмитрий Юшкевич и Игорь Ефимов. Стоит отметить, что в понедельник президент клуба Юрий Яковлев заявил, что не намерен увольнять Роу. Но после двух домашних поражений Ярославцев изменил свое решение. В нынешнем сезоне железнодорожники проиграли пять игр из шести проведенных матчей. Игра с «Хорватским медвещаком» начнется в 19.00. На этом пока все. В завершении выпуска напомню, если вы стали свидетелем интересных событий, звоните нам по телефону 77 20 40 в редакцию программы «Я. Новости». Далее смотрите прогноз погоды Сергеем Кребушковым, а я, Александр Захаров, прощаюсь с вами до вечера. Здравствуйте! Спонсор прогноза погоды – Московский цирк Никулина. Встречайте! С 14 сентября в Ярославле золотой цирк Юрия Никулина. Вашему вниманию знаменитый аттракцион с тиграми Карины и Артура Богдасаровых, а также лучшие номера звезд российского цирка. О погоде в Центральной России. В Москве, Вологде и Твери пасмурно, до 12 тепла возможны дожди. Во Владимире, Костроме и Иваново облачные до плюс 11. Теперь о погоде в нашем регионе. В Рыбинске опять идут дожди и прохладно до плюс 11. Самая низкая температура, как ни странно, на юге области, в Переславле-Залесском. Там не теплее 8 градусов. В Тутаеве ожидается хмурая и дождливая погода. Температура воздуха 9-11 выше нуля. Не видно солнца и в Угличе. Там до плюс 10. Над Ростовом вновь серое небо. 9-11 градусов ожидается дождь. И, наконец, о Ярославле. Выходные обещают быть прохладными и пасмурными. Днем термометр покажет 9-11 тепла, ночью до 8. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Желаю вам приятных выходных. До встречи на Я-24. Встречайтесь 14 сентября в Ярославле. Золотой цирк Юрия Никулина с новой юбилейной программой. Не пропустите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА